Вековой юбилей Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в Барановичах отметили весьма масштабно. 29 октября в Большом зале горосполкома собрались ветераны комсомольского движения, для которых легендарная молодежная организация была школой жизни, возможностью для личностного развития, плацдармом к профессиональному росту. Вместе с нынешней молодежью почетные гости ознакомились с выставкой, которая вернула героев праздника в комсомольскую юность. В этот праздничный день опять испытываешь те ощущения, ощущения сопричастности ко всему замечательному, что происходит в городе. Чувство общности, дружеского плеча, так как в молодые комсомольские годы, когда мы все вместе многие дела делали во благо города и во благо, конечно же, нашей Родины. Десять лет тому назад по инициативе Владимира Ивановича Стахнова, Виктора Ивановича Дичковского, Леонида Александровича Цуприка на базе 5-й гимназии была создана экспозиция. Музеем назвать это громко, но была создана экспозиция. Она создавалась с большим желанием и с душой. Комсомольцы города, которые уже взрослые комсомольцы города, приносили свои материалы. Вы видите часть этой экспозиции. Вместе с музеем городским экспозиция 5-й гимназии представлена. И, конечно, очень приятно, что есть интерес и молодого поколения, и тех людей, кто постарше, с интересом смотрят экспозицию. В жизни многих жителей Барановичей ВЛКСМ сыграл значимую роль. Ветераны комсомольского движения нашего региона столетия комсомола отмечали вместе с активистами Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Торжественная программа напоминала бывшим комсомольцам о славном прошлом в их биографии и о важности молодежной организации в их жизни, в жизни страны. Это не просто вековой юбилей молодежной организации. Это неповторимое время значительных, значительный отрезок истории, который соединил судьбы миллионных людей. В период комсомола пронизан молодежным задором и причастностью к делам государственной важности. Отрадуюсь, что многие традиции комсомольской молодежи актуальны и сегодня. Продолжая лучшие традиции комсомола, Белорусский Республиканский Союз Молодежи стал достойным приемником. В этот день воспитанники комсомола по праву принимали поздравления в честь векового юбилея ВЛКСМ. Важно помнить, что знаменитая аббревиатура выбрала в себя многие события этих 100 лет и победу Великой Отечественной, и грандиозные стройки, эпохальные проекты и прежде всего невероятные человеческие отношения и судьбы. Всего для каждого, сидящего на этом сзади, ветерана комсомола, есть что вспомнить. Это и походы по местам пронизанной, боевой трудовой славы Союзского народа, и туристические строки в песняном костра, и участие в миссисверсном премьерском зачете, и комсомольской молодежной коллективе, и дистанции, и многое-многое другое, что сплачивало молодежь. Всего для молодежи, сверху и мечту построения коммунистического общества. Пусть до коммунизма мы так и не нашли, так и в жизни появились другие идеалы, но это не важно. Комсомолы всегда остаются в комсомолах, а комсомолы садов не бывают. Я рад, что моя жизнь во всем разноценностью и молодежной организации. На мероприятии лидеры комсомола прошлых лет и нынешняя молодежь были удостоены грамот и благодарности. Наследники комсомола, сегодняшние БРСМовцы, были на празднике зрителями, однако, наблюдая за ветеранами комсомольского движения, они представляли, каким был каждый из них в молодости и какие дела вершил. Столетие комсомола – это очень важный исторический праздник. Он важен и для нас, для БРСМа, так как мы и есть самые правоприемники комсомольские, и на нас лежит огромная ответственность. В том числе хотелось бы, конечно, сегодня поздравить и молодежь города, и настоящих комсомольцев. Комсомольцев разных лет, разного возраста, с этим замечательным праздником. Поблагодарить их за тот базис, который они подготовили для нас, за тот опыт, который они накопили и поделились с нами. И действительно смело можно сегодня сказать, что комсомол есть тот фундамент, на котором мы, Белорусский Республиканский Союз Молодежи, должны и будем строить новую современную молодежную политику. Подарком для всех присутствующих стал концерт, который подготовили лучшие творческие коллективы города. И чтобы и в творческом акценте тоже отпраздновалось в столетии знаменитой организации, концертная программа также была наполнена задорными песнями той самой комсомольской юности. Их исполняли артисты старшего поколения, а также молодая смена. Историческое событие, вскрытие капсулу времени с посланием потомкам, прошло в средней школе номер 17. 40 лет назад, 9 мая 1978 года, на 33-летнюю годовщину Победы ветераны Великой Отечественной войны, воины-автомобилисты 18-й автомобильной бригады совместно с педагогами и учащимися учебного заведения поместили в капсулу письмо в 21 век, которое завещали зачитать в день 100-летия в ЛКСМ 29 октября 2018 года. На трех листах подведены итоги послевоенных лет и даны наставления для современной молодежи, для своих внуков и правнуков. Мы уверены в том, что наступит эпоха, когда социализм в той или иной его конкретной исторически обусловленной форме станет преобладающей системой на земле, неся с собой мир, свободу, равенство и благосостояние всему трудовому человечеству. Так будьте достойными носителями и продолжателями светлых идейок тебя. Всемирно содействуйте торжеству социализма и коммунизма во всем мире. Для тех, кто закладывал в 1978 году капсулу времени, 2018 год казался невообразимой далью в пространстве и времени. Мероприятие посетила героиня и организатор событий 40-летней давности Мария Бондарь. Капсула была заложена именно передачей эстафеты поколения освобождавшего город тем, кто этот город будет развивать. И поэтому рассчитано было на то, дабы приняли то, что сделано предшественниками своим потомкам. Поэтому капсула эта имеет историческое значение. Именно открыть в то время, в тот период, когда действительно мы можем подвести итог, что сделано. И дать эстафету того, что нужно сделать в будущем. Полученное письмо будет храниться в обновленном школьном музее боевой славы 18-й Барановской автомобильной бригады, которая сегодня насчитывает более тысячи экспонатов. Капсула была заложена в 1978 году, но приглашения рассылались потомкам ветеранов еще очень-очень много лет. Совет ветеранов вел длительную переписку с самими ветеранами-членами автобригады и просил сообщить адреса. В архивах я нашла запись о том, что приглашение было разуслано более 4 тысяч, около 5 тысяч приглашений родным ветеранов. И сегодня, в принципе, география присутствующих потомков ветеранов очень широкая. На торжественной церемонии было много гостей. Мероприятие собрало детей, внуков и правнуков участников тех лет из России, Украины, Шотландии, Чили и других стран. Приглашение получили брат и сестра Владимир и Ирина Каратуевы, которые приехали из столицы Бурятии, города Улан-Удэ, чтобы почтить память дедушки-ефрейтора Мефодия Каратуева, который вместе со своими однополчанами закладывал капсулу. В конце 80-х годов случилось так, что дедушка говорил о том и показал вот эти вот пригласительные билеты и сказал, что они заложили капсулу времени с однополчанами, и мы поедем в 2018 году на вскрытие этой капсулы. И замечательным стечением обстоятельств мы оказались здесь. В этот же день была зачитана и заложена новая капсула с посланием от активистов БРСМ. Учащиеся написали послания в будущее на двух языках – белорусском и русском. И завещали вскрыть 9 мая 2045 года – в день столетия победы в Великой Отечественной войне. В Барановичском профессиональном лицее строителей в рамках проведения комплекса мероприятий к столетию комсомола прошел конкурс песни и декламирования стихов на тему «Звездное сияние отчизны». Творческие способности смогли проявить все юноши и девушки учебного заведения. Исполнялись как широко известные, так и новые патриотические композиции, посвященные любви к нашей родине и истории комсомола. Открывали мероприятия педагоги лицея. Зрителям они подарили попури комсомольских песен. В нашей стране много внимания уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. И понятно почему. За молодежью настоящее и будущее нашей страны. Они, передавая часть нашего народа и их мировоззрение, определяют социальную и политическую позицию белорусского общества. Администрация и педагоги лицея оказывают большую поддержку общественной организации Белорусского республиканского союза молодежи в проведении гражданско-патриотических акций, в проведении каких-то общественно значимых трудовых дел. Для чего? Для того, чтобы молодежь осознавала значимость своего вклада в развитие нашего государства, в обеспечение его благополучия и стабильности. В ходе мероприятия много говорилось о патриотизме, комсомоле и о его преемнике, самой многочисленной молодежной организации Белоруссии, Белорусском республиканском союзе молодежи, ряды которого пополняются ежегодно. Такие конкурсы нужны. И мы, как Бараночка городская организация общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, мы всячески поддерживаем такие инициативы. Ведь те дети, те люди, которые сейчас будут петь, сегодня будут петь, они, возможно, только начинают. И мы хотим всячески их поддержать, наградить какими-то памятными призами. И всегда мы очень рады и приветствуем такие начинания и такие мероприятия. Учащиеся Барановичского лицея строители показали, что умеют не только ловко справляться со стройматериалами и техникой, но и обладают креативными и творческими способностями. Именно такие разносторонние ребята нужны сегодня Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Пользуясь случаем, конечно же, хотелось бы поздравить всех комсомольцев с прошедшим праздником столетия именно комсомола, пожелать им бодрости духа, пожелать им того настроения, которое у них было в те времена и которое, я надеюсь, сохранилось до сегодняшнего времени. И, конечно же, мы всегда рады всем колледжам, учебным заведениям, работающим молодежи, студентам, учащимся в школах. Мы открыты. Прекрасные выступления награждались не только аплодисментами. Победителям конкурса были вручены грамоты и призы из фонда общественной организации БРСМ нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова